Игромания представляет Все стенды мы пережили Самый настоящий ад Больше всего у меня запомнилось два проекта Первый это конечно же Scalebound Игра от Хидеки Камия Про мальчика и его дракона Которую к сожалению играть не давали Но тем не менее на Gamescom Пригласили Хидеки Камию И как раз он нам рассказывал об этой игре Там молодой человек попадает из нашего реального мира Сказочный мир Драконис И как раз в этом Драконисе он сталкивается с Вы не поверите, самым настоящим драконом Дракон этот насколько я понимаю уникальный И как раз во многом геймплей завязан на том Что вы должны с этим драконом очень плотно взаимодействовать Вы сражаетесь с врагами Дракон как раз очень здорово помогает Особенно когда выползает какой-нибудь большой гадкий враг Потому что сам по себе главный герой Он конечно повреждения почти не наносит Но его задача в момент того Когда дерется большая тварь Ослаблять босса И как раз вскрывать его уязвимые точки Дракона можно будет кастомизировать На него покупается броня Как ни странно Он постепенно развивается Он начинает плеваться не только огнем, но и льдом Появляются новые элементы У него есть кастомизация крыльев, лап, рога Чего угодно Настолько это все интересно Но в некоторых местах вместе с драконом Как раз взаимодействовать не получится Потому что ты спускаешься в какую-нибудь пещеру Там слишком узко, тесно И дракон просто не сможет туда пролезть Пользоваться помощью дракона нужно осторожно Потому что из-за его мощного огненного дыхания Либо ледяных плевков Враги сгорают Либо разлетают настолько сильно Что с них не падает опыт Поэтому если хочешь сделать что-то хорошо Делай это сам Еще я поиграл в Crackdown 3 Игра очень сильно поделена на две части И особняком там стоит мультиплеер И о нем как раз я расскажу Потому что это самое интересное Дело в том, что в мультиплеере Очень-очень серьезная и детальная разрушаемость Игровых объектов Там можно взять в руку пулемет Ракетницу И просто разнести все к чертям собачьим Причем сделано это намного лучше Чем, допустим, в Just Cause 3 В Just Cause 3 разрушаемость, в общем-то, схематичная Там здания состоят из некоторых деталек и блоков И когда ты начинаешь их разрушать В общем-то, ну, вы знаете, как лего состоит из этих кубиков Точно так же это примерно выглядит и в Just Cause 3 В Crackdown 3 все не так Помимо сил консоли задействуется еще несколько как раз серверов Обычно нагрузка растет по ходу матча То есть сначала, да, там один облачный сервер И потом, как только начинается движуха Количество этих серверов возрастает И может расти чуть ли не до 12 штук То есть настолько ресурсоемкая и настолько мощная технология Разрушаемость эта работает так Допустим, кто-то забрался на небоскреб Начинает палить оттуда из ракетницы И, в общем-то, ты можешь не остаться в долгу И просто пустить несколько ракет обратно И когда ты это делаешь, врагу ничего не остается Кроме как искать новую точку, с которой сможет вести огонь Точно так же очень страшно получится, если кто-то забегает внутрь помещения И ты начинаешь стрелять, все рушится Пол обваливается, стены И в конце концов остается только металлический вот этот каркас здания Который, между прочим, тоже можно сломать Такой разрушаемости, если честно, я еще нигде не видел Но, тем не менее, самый важный вопрос Это как все будет играться на самом деле Потому что пока что игра достаточно в сыром формате показана Субтитры создавал DimaTorzok